Вот, значит, вторая такая почва, которую я там говорю, это поле для реализации знаний. Игра на поле для реализации знаний. А в чем здесь проблема? Проблема, что наша школа в практике оторвана очень сильно во всем мире, не только у нас. Выглядит это так. Я учился на физфаке, и у нас там все решают задачки по электротехнике. Мы видим пример. Все решают задачки по электротехнике. И детство у меня в доме, вот я живу на департайзере, выбивает проводка. Почти 90% всех, кто решает задачки по электротехнике, почему-то проводку нет. Задачка решает, народ ученики могут. Все, вот такая вот комбинация, да? Значит, это о чем говорит, что навыка использования тех знаний, которые получены, его нет. И вот мы 25 лет об этом толдыщим, говорим, что надо, чтобы оно сформировалось, надо, чтобы у детей было поле для реализации этих знаний. Проекты, ура, давайте проекты. Но с проектами своя проблема такая получается. Можно в союзных проектах, народ не допускает, потому что, раз они что-то там не умеют, они там что-нибудь такое сделают не то. И все будут раслёгывать. Ну и лучше мы подальше. И непонятно, что делать. И вот игра, она это поле даёт. Ну, например, там, мы можем там сделать какое-нибудь мигающее, какое-нибудь там супердерево, так и внимательно. А у нас носок, понятно, куда ставить. В игру, она будет центральным элементом, все будут бегать вокруг него. Ура! И вот она почва для реализации знаний, вот в той самой подготовительной части есть. А может быть и в игровую часть. Для этой схемы родилась такая штучка, мы её называли Мун. Это малая игра, игра, малая игра, вот такая вот, слабая такая установка. Это выглядит примерно так. Значит, дети там прилетают, допустим, на космическом корабле на какую-то планету, и надо что-нибудь там добывать. И вот они там бегают и пытаются чего-то бурами добиться. Вот для того, чтобы там что-то добыть, надо что-то посчитать. А местные варвары, они там мешают, их куда-то не пускают, условно говоря. И вот в итоге их ловят, сажают в какую-то там клетку, они там электронными ключами пытаются оттуда вылезти, но вот узнают, что у тех там такая... И вот в итоге они вырвались, убежали, и они такие вот радостные с ними обсуждают конец игры. Они говорят, вот мы вырвались, убеждали, наверное, хорошо вырвались, молодцы. А зачем-то вы прилетели туда? Они говорят, вот добыли. Добыли? Не добыли. Ну чё ж не добыли? Ну если б мы знали, что там такие варвары, что вот там надо будет вот эти вот формулы знать, там ещё чего-то такое. Мы говорят, всё хорошо, теперь вы это знаете. Через две недели реванш. Да? И они уже знают, почему они готовятся. Мотивация есть уже конкретная, не вот такая подготовительная, но вот тут стоит и текает, понятно, почему я тут говорю. И вот мы про это 25 лет говорили, но только 5 лет, наверное, назад, ну 7 лет назад, появился такой вот нормальный язык образовательный, когда об этом можно говорить нормальным вот таком пачественном уровне. Язык это называется компетенцией, мы очень любим этим говорить, и он рассуждает, да? И вот эти вот непонятные навыки, как вот эту вот преобразовать деятельность, называют при компетенции. Есть у человека какая-то компетенция, нет компетенции. Как вырабатывать компетенции и так далее. Министерство образования в школу проедует сейчас, чтобы они быстренько занялись компетенциями. Школы хлопают глазками, не понимают, что это такое. Ну, условно говоря. А разговор вот идет вот об этой вещи, конвертацию ЗУНа в формат деятельности. А без деятельности это развивать, сами понимаете, невозможно. И вот тут у нас, значит, игра. Следующее, про что я там там говорил, это про всякую диагностику и всякую там психотерапию. Когда вот есть там ребенок с заниженной самооценкой, и вот мы можем ему создать ситуацию, чтобы не поднимать самооценку. Ну, понятно, это такая психотерапевтическая вещь. И т.д. и т.д. и т.д. Я бы еще сейчас мог что-то рассказать. Ну, например, о том, что это оживляет учебный процесс, он становится более живым и материализм. Ну и прочее, да? Вот. Но я не хочу так сейчас говорить. Потому что это было 25 лет назад. Вот. Я это все уже пережил, мне это все уже надоело. Мне кажется, это все банальностями какими-то такими изменениями. Поэтому мы это все отложим. И вспомним, что я говорил, 10 лет назад. Вот. А 10 лет назад как-то появился вот этот вот примерный из-за компетенции, или он появлялся. И мы начали объяснять, что это важно. Потому что, когда я в школе работал с детьми и делал игры, пока 5, 6, 7, 8 класс, родители говорят, ну да, играете нормально, развиваете там ребенка. Потом, когда это 9 класс, 10 класс, то они говорят, что вы все играете? А уже там надо взрослыми быть, делами там каким-то заниматься. То есть родитель, он не готов воспринимать игру как нечто серьезное. Он не особо понимает, что это вот это отобранное в естественном отбое великий процесс цивилизации, который что-то дает, не понимает. Ну, кажется, игра такая для детей и чего-то. И так далее. И понятно, что это надо выносить на более серьезный уровень. Значит, надо говорить про эти компетенции. Что они там что-то вырабатывают эти компетенции. Когда начинаешь про это думать, то является немножко другой такой ракурс этого. И мы задумываемся над тем, что такое вообще образование. Вообще, я люблю вдумываться в слова и вот в их как бы смысл. Потому что у нас, как правило, образование и обучение употребляют как синонимы. Так вот, не правда это, ребята. Это вот не зая мудрый русский язык разъел два слова. Боже, это не классно. Не четвертый. Так вот, значит, когда мы говорим... Мне легче, я могу это все опустить, значит? Не-не-не, мы решили вопрос. Обучение, это когда мы передаем знания, образование скажет свой подход. И когда формируется еще такая штука, которая называется психотип личности. Психотип. Потому что каждая эпоха, она формирует свой психотип. Ибо когда была инвостоянная эпоха, нам требовалось один психотип людей, которые могут работать в конвейере, выполнять инструкции. И не дай Бог было оплодить творческий разным народом, потому что он бы не смог сказать в конвейера, случилось бы что-то ужасное. Все бы разбежались, восстали, просто вышли офетки и так далее. Поэтому психотип личности в общественной фазе развития, он очень заявлен в образовании. Система образования должна его формировать. И если мы сейчас выходим из какой-то индустриальной эпохи, мы попадаем в какой-то другой психотип. Ну и обычно его там просили как-то назвать. Ну и там начинаешь. Надо, чтобы люди умели принимать решения самостоятельно, чтобы были ответственны, чтобы были динамичны, коммуникативны, умели работать в проектной парадигме, бла-бла-бла-бла-бла. Мне все тоже надоело, я тоже считаю это банально. Сейчас, через 10 лет. А 10 лет назад я это ловил с вытрачными глазами, пытался из себя изображать гипнотизера. У меня получалось, сидели с открытыми ртами и слушали, какой же должен был психотип такой новый в этой пигнитивной фазе общественного развития, которая нас ждет и так далее. И вот это вот было тогда. Значит, это тоже все правда, но я считаю, что немножко устояешь. То есть это все правда, так и есть, так же как и мотивация и включение, и так далее. Но приходится делать еще один шаг, и за ним окончается. Поэтому я спешу. Значит, от него отъехать. И вот, что же меня волнует сейчас в этой вот глубокой теме. Потому что когда мы думали про психотипы, то мы в любом случае наткнулись на тему мышления и вот эти когнитивные фазы. И вот то, что я наблюдал сегодня здесь вот в зале, меня еще раз убедило в том, что мы, наверное, копаем туда. Потому что шел у нас разговоры людей, которые воспринимают, пытаются говорить, мыслить разными мышлениями. Кто-то образными, там визуальными еще есть картинки, да? Кто-то такими вот логическими андреевами пытался туда выниматься и сказать, давайте там подчетче объясним людям, зачем они это делают. Может быть, больше толку нужен. То есть для восприятия его и тех людей, которые за ним стоят, требуется другой язык, чтобы до них там достучаться. Кто-то говорит, достучаться и так далее. То есть, по принципу, мы имеем людей с разными мышлениями. И мы начали думать про это мышление и думать, хорошо, а как вот она от эпохи поменялась? Одной общественной фазе, другой общественной фазе. И что значит когнитивная фаза, когнитивная фаза, фаза знаний? Там спошли ученые, так, вспомнили, как ученые. И у нас ученые было мышление. И тут я натыкаюсь на то, что мы живем в мифах, которые нам, не знаю, кто системообразование общества расталдычивает с детства. Ну, например, первый такой страшный миф, с которым надо бороться, в том числе и выдрах, это о том, что детей нам делить на элементарии и естественные. Только пока будем делить никакой крупный пазм не делить. Вот, потому что, если мы даем крупным ученым, я уже говорил, что я физику заканчивал, и я начинаю это выбирать. Ньютон, крупный физик, но одновременно он крупный историк. Паскаль, крупный физик, но одновременно он богослов, очень известный и так далее. Ломоносов, все в курсе, да, не надо там, как бы говорить. Лейбниц там, экономист там какой-нибудь там, не только математика, там и физика и так далее. Я начинаю их перечислять и понимаю, что у них-то мышление было и образное, и гуманитарное. И вот это естественно вот, оба, не или-или, как вот сейчас, надо детей вот в раннем области определить, там и направить, а или. Да, это были уникумы, но это на тех общественных фазах были уникумы. А у нас теперь стоит задача, чтобы это стало нормой. То есть у нас люди с разными типами мышления, должны стать нормой. И я дальше для себя рисую картину, как что-то может выглядеть. Вот человек, да, начинаешь копаться в истории, видишь, что люди в разные исторические эпохи, они мыслят очень по-разному. Вот я детям объяснял, Египет, у меня есть любимые мои египтологи, и ты там рассказываешь им, вот они себе представляют солнце, и то это ладья и раб, они там летят, то это значит бык, который там рождает диск, то это там скоробей и айбонок тянет, и говорят, они что вы, психи? Они вот на чем остановились? Что солнце все-таки, вот это или это? И тут начинаешь думать, нет, не психи, и я вспоминаю египтолога Рара, который тоже поднимает эту проблему, и говорит, вы поймите, доевности мыслили в основном поэтично, все доевные цивилизации, ацтейки, гореки, они все поэтичные. Не естественное научное мышление доминирует, а такое вот поэзия. Понимаете, вот у Пушкина есть фраза, Рараш приводит, пример, «Пчела из кили восставой, восставой идти за дальнюю полевой». И он никому не приходит сказать в голову, «Пушкин шизофаренецкий, никак не может разобраться, кто такой пчела, то ли это воин, который собирает дань, то ли это, значит, монах, который сидит в келье». У нас не возникает, мы понимаем, что это метафора, это сравнение. Так вот поэставки люди все время думают метафоры. Все время, вот такие люди. Вот это мышление у них доминирует. И дальше начинаем по эпохам разбираться, не буду ли я все читать, она у меня там два часа займет, по эпохе там на чем акцент. Но выясняется, что мыслят люди по-разному. И как вот в это погрузиться и научиться мыслить – это вопрос. И вот это вот мышление, а это важно, вот для этой когнитивной фазы я попытаюсь вам это как бы показать, нести, да? Потому что это завязано на те самые психотипы, о которых я говорю. И вот я себе моделирую ситуацию будущего, и вижу такого человека, что человек может и поэтично мыслить, и мыслить там естественно научные, мыслить там логические, методологические, там вообще по-разному. И вот он сталкивается с проблемами. И тут он понимает, что на этом эти проблемы разливаются, он использует определенное мышление. И на этом этапе результативно мыслить образно, на этом этапе так-то, на этом этапе так-то. Он может вот так вот переключать, например, в другое вот такое состояние, не знаю, как принято говорить, измененное сознание сейчас, вот в такой психотерике, да? Вот. Или там психо… Вот погрузиться как бы в другой психотип. Вот на время стать другим психотипом, понимаете, да? Начать вот по всему по-другому подходить, с другой колокольник. И он эту задачку решает. Потом он решил задачу, вышел из нее. То есть должно быть надмышление. В какие-то времена это вот понималось тоже вот, примерно лет 20 назад, когда методологи только начинались, и там много кричали. Но потом они не удержали этот план, просто на это же время. Вместо того, чтобы заниматься методологией, то есть понимать такое мышление, что формирует это соединять, интегрировать, они скатились на наших говорительных метод, методологическое движение – самое правильное, в мое отношение, я сразу хочу баллоны. Ну вот, значит, и поэтому все научные строила, мы его там отстали, мы это устояло, мы его отстаем, по-моему, они просто скатились. Вместо того, чтобы вот бодаться, как все бодаются, как же вот правильно, как у нас аудитория начинает здесь бодаться. Человек будущего, человек будущего, он умеет переключаться. А как его этому научить? И вот тут игра дает совершенно важнейшие вещи, и, возможно, это же она и формировала у котенков, с которых я начинал. То есть умение войти в определенное состояние, охоты, или там еще что-то, да? Чтобы ты этому научился, то есть как ты вот психологию свою должен изменить, чтобы начать мир воспринимать вот по-другому совершенно. И, конечно. Спасибо.